привет ребят не совсем до обычное место для съемки я выбрал не тебе природы не птиц не охоты да я в гараже и теперь видимо здесь буду появляться чаще обычного вот а всему виной одно мое старое давнее хобби увлечение этого домоторка вот я решил его себе вернуть что называется и пока сейчас вот в охоте межсезонье весна сейчас все только будет начинаться хотел бы вам с вами поделиться всей этой историей кто-то из вас знает а может не знаете в общем живу я в средней полосе севернее и так или иначе всегда был с юных лет связан с водным пространством и увлекался всем этим по большей части всему виной мой дед оказался за что ему искренне благодарен перебывали у меня всякие разные лодки и грибные обычные и моторные 320 лодочка была кайман прекрасная с моторчиком минкота электромоторчиком 380 лодка появленная будь она не ладно походил я на прогрессе под ветерком а потом уже под пятнашкой дальше казанка м3 но это вообще вот это прям душа у меня была к ней лежала там уже 25 сильный мотор стоял его в принципе хватало за глаза ямаха казанку вспоминаю с душой в общем исходил я много это в основном ну вот наша рыбинка ярославская область волга тверская ярославская тверская область малые реки многие малые реки притоки волги далее онега то есть карелия реки озера карелии в общем по ввп исходил много есть что вспомнить поэтому и опыт накопленный за плечами имеется а потом вот это как-то взяло и ушло из моей жизни то есть вот и даже сейчас как-то анализируя причины этому я для себя так и не могу найти никакого логического объяснения не знаю может быть какие-то жизненные обстоятельства поменялись хотя в принципе охота как была у меня давным-давним моим увлечением опять же тоже благодаря деду который с детства меня по угодьям водил учил следы читать слушать окружение этики общение с природой дикой природой вот так она у меня и осталась собственно рыбалка тоже осталась а вот водомоторка просто исчезла и тогда я распродал все свое лодочное хозяйство и причиндалы единственную глупость которую я не совершил тогда опорывался кстати в общем не сделал я одну из ошибок я не продал прекрасный японский двухтактник это suzuki 99 мотор 15 естественно ну кто в теме тот знает о чем я говорю мотор старенький конечно видавшие виды 2008 года выпуска но он ребят неубиваемый это надежнейший мотор вот из всех которые у меня были ему предстоит еще естественно пройти большое то потому что он у меня застоялся его надо будет хорошенько обслужить для дальнейшей эксплуатации так вот продолжая историю где-то примерно лет пять-шесть назад у меня в голове плотно засела мысль вернуть все это дело обратно то есть вернуть эту водомоторку это мое любимое хобби одно из моих любимых хобби да как многие из вас знают у меня есть грибная лодочка вот раньше была у финка но два или пом три уже год назад ей настал конец все-таки 15 лет лодки больше даже лет 17 много я с ней прошел кто смотрел мои сюжеты в охоте на утку с чучелами духовым манком там было это происшествие ну вот с тех пор у меня серенькая ну я и он пвх-шка я ее называю уфимка 2.0 опять же кто меня смотрит тот ее знает уже прекрасная лодка для рыбалки где-то по малым рекам ручьям каким-то для охоты по заводинам полотином торф карьеры идеальный вариант просто то есть там где труднодоступные места но она обоюдоострый что называется типа каяк и очень хорошо продираться через заросли тростника рогоза то есть идеальное решение везде там где нужна мобильность компактность легкий вес и где не нужна лодка с мотором ну и ребят вот осенью когда я где-то опять же на своей вот этой вот грибной лодочке находясь на одной из таежных рек моих любимых где-то на окуне просто проходящий на всех парах мимо меня там лодки с мотором обдающий меня техногенной волной но это как бы нет не зависть что ли а чувство ностальгии такое вот у меня вызывала но то же самое касается и отдыха в лагере с палатками когда мужики горделиво заводят свои моторы и уходят туда на большую воду на море в поисках там трофейного судака и так далее а я сижу и вот это все наблюдаю созерцаю как они выходят по с малой реки по фарватеру красиво уходят в друг другу чуть ли не в келеватор смотрящие туда на взморе и пошли почесали в общем в такие моменты я всегда возвращался мыслями в прошлое как так же сам ходил под мотором какая-то была свобода просторы вот в том числе и по рыбалке где-то на большой воде на хищника окончательно созрел я в январе этого года все железобетонно принял для себя решение я возвращаюсь в водомоторку и сразу как-то душа так наполнилась такой радостью что ли вот это вот как я говорю свобода ветер брызги в лицо волна какие-то острова куда-то какие-то заброски там трофейные судаки и так далее но я решил не просто вернуть себе свое увлечение а также делиться с вами материалами какими-то по касаемо этой темы своим опытом накопленным в том числе опытом в общем ребят открываю на канале новую рубрику водомоторка безусловно никуда не денется не ваша любимая охота рыбалка там где-то по малым рекам никуда это не уйдет так же буду я на грибной лодке все это просто скажем таки лодка с мотором она как бы встраивается во все мои сюжеты будет встраиваться но это расширение это просто расширение горизонтов то есть это можно будет просто очень быстро дойти куда-то из точки в точку где-то попутешествовать ну и опять же половить уже на например на рыбалке что-то более интересное так конечно еще расширяются границы моего творчества что-то новое на канале красоты новая атмосфера и это все естественно безусловно и рыбалка охота и водомоторка они будут сбалансирована дополнять друг друга конкретно в этой рубрике водомоторка я планирую выкладывать ну назовем это так техническую часть то есть все что связано с лодкой с какими-то приблудами к ней там полезными или не полезными с мотором моторами там и так далее то есть практические советы и опыт вот реальные в реальных условиях ну и наверное давайте в качестве первого материала как раз конкретно по теме расскажу вам о самом главном собственно как у меня проходил процесс выбора лодки и покажу вам ее до этого момента основываясь опять же на своем предыдущем опыте я уже прекрасно понимал какая мне нужна лодка слава богу мне нужна только лодка так как мотор у меня есть обслужить его и будет прекрасно работать как часы так как по большей части в лодке буду ходить в одного ну естественно летом семью катать осенью там может быть выходить с напарником к тому же я работаю у меня ну просто нет столько свободного времени чтобы браться за какую-то уже серьезную алюминиевую лодку или еще что-то более интереснее то есть даже где-то приехав там на рыбалку одного-двух дней мне нужна оперативность опять же на данном этапе я не рассматриваю что-то серьезное то есть лодку с стационарным мотором там с машинкой и так далее ну потому что это еще и не хилая во-первых финансовая нагрузка это главное плюс ко всему это несет определенные то есть это надо иметь массу в принципе свободного времени чтобы этим заниматься этим надо жить это опять же и расходы там на хранение ее то есть ее где-то надо будет держать где-то в клубе скорее всего ставить это опять же транспортировка в очень очень много вопросов поэтому это может быть когда-нибудь потом разумеется это будет пвх лодка у нас проблем с выбором пвх лодок нет и единственное что я сразу для себя решил это будет лодка с нд нд то есть надумным дном низкого давления все ребят вот имея опыт владения паёльной лодкой я больше к этому никогда не вернусь но это эти паёлы это вот эти стрингера эти фанеры это просто боли страдания я не знаю кто-то владеет лодками которые вот тоже паёльные и особенно где-то там уже под ноябрь там конец октября у нас край такой суровый холодает быстро поэтому уже где-то к концу октября начало ноября это все дело примерзает она просто вмерзает в пвк и я вот с болью в душе вспоминаю как я просто отскребал вы выдирал просто эту фанеру эти стрингера там из лодки они просто примерзают пвк руки чуть ли там я ну действительно в кровь раздирал ну в общем кто имеет опыт с паёльными лодками тот меня понимает и к этому я больше никогда не вернусь боли страдания но кто-то скажет может возят эти лодки в надутом состоянии на прицепе на машине на телеге не сдувают их ну да это нормальный вариант в случае с паёлами но здесь тогда возникает вопрос а зачем смысл вообще тогда в надувной лодке если ты ее постоянно вот так вот возишь и не сдуваешь ну может быть уже имеет смысл взять что-то стационарное то есть алюминиевую лодку также как уже говорил имея опыт за плечами с пвх лодками однозначно это у меня будет 380 лодка то есть 3 и 8 метра ребят поверьте это оптимальный вариант вот именно под те задачи и условия которых я вам рассказал ранее да кажется что вроде бы 360 или 350 лодки они как-то компактнее меньше возни там с ними будет при сборке разборки но ребят увы это только так кажется по на практике эти 20 сантиметров они вам ровным счетом ничего не дадут но при этом эти 20 сантиметров это же не только в длину но и в ширину дадут неоспоримые преимущества на воде то есть это лучшая мореходность опять же больше пространство в кокпите вот вдвоем в 380 лодки по опыту рыбачить там с другом ну это просто идеально еще плюсы места дофига хватает под шмурдяк ну и вот эти мнимые рассуждения что там 360 лодки там сложенном виде они более компактно размещается в багажнике но ребят вы ее никогда не сложите как на заводе поэтому там вот эти какие-то сантиметры они абсолютно будет этим нивелированы и вы этого просто не ощутите и по весу они примерно при этом одинаковые там 380 360 а вот 420 лодки то есть 420 уже для меня будут лишним габаритом ну и опять же в 1 уже будет намного тяжелее с этим возиться почему лишним габаритом ну потому что ребят я же все рассчитал я все продумал и по размерам багажнике так чтобы перевозить и не только лодку ведь но и мотор вот все это вот именно на колесах на тележке и загружать лодку в багажник своей машины ну у меня правда внедорожник я не знаю как его кроссовер и внедорожник примерно там похоже и даже остается одно заднее сиденье с ряда неразложенная там для того чтобы сыну возить по выбору производителя лодки я в принципе тоже давно уже определился посмотрел очень много обзоров по ней там читал форумы отзывы где-то какие-то вопросы задал я выбирал между двух вариантов это лодки компас 380 и лодки hunter 380 но в итоге выбор все-таки пал в пользу лодки hunter там модель 380 про ребят не знаю рассказ ну вот начнешь знаете как на и находятся люди у меня бывает такое хочется рассказать о какой-то вещи хорошие полезные там и так далее найдутся же люди которые почему-то в негатив то есть там реклама какая-то еще чего-то я вас уверяю ни один производитель лодки ко мне не имеет никакого отношения не я к ним не они ко мне то есть ту лодку которая я вам сегодня покажу я купил за свои деньги я могу делать с ней все что угодно хоть там ее попорвать порезать утопить и так далее почему именно такой выбор hunter ну ребят все банально просто честно говоря руководствовался прежде всего ценой 380 лодки это не дешево а здесь как бы при прочих равных вот по сравнению с компасом у hunter уже от завода идут очень много всяких полезных плюшек и они дешевле я не буду делать какой-то детальный обзор сейчас на эту лодку этих обзоров на ю тубе просто полно я сейчас ее на накачаю на дую и как раз хотел бы вам показать некоторые нюансы и детали но может быть полезным будет для тех кто присматривается к лодкам такого формата вот что я до нее докупил что уже установил да я в гараже здесь уже далеко не первый раз просто назрела снять об этом обо всем рассказать сейчас ее накачаю как раз таки в процессе буду вам показывать с чем уже столкнулся что по ней сделал